Привет! Ух! Я сделал такой вот гелик. На нём открываются все двери. Багальник тоже открывается. И внутри тоже можно закрыть. Вот. Так вот. Так вот. Так. В багальнике есть место для заложника. Эта веревка, она с коллизией. Оттуда обычно нужно выбраться. Когда я еду, отсюда просто ну... Кхм-кхм! Едишь? Надо коллизию отключить. Добрости. Дай ём. Такс. Угу. Также тут работает руль. Вот. Тут есть салон. Такие планшеты прикольные. Он мне отъездить. Дрифтить. Несмотря на то, что я самую низкую графику по самому не все равно тормозит. Ну ладно. Эмм. Вот. Хорошо. Дрифтить. Тут есть невидимый гарпун. Значит мы открываем багажник. Вот. Я нашу сестру пригласил для помощи. Да стой ты! Останови. Ставим её на гарпун. И теперь можно в костёр её. Тип шашлык, так скажем. Так. Всё. Давай в костёр. В костёр, как он сказал. В костёр. Ну короче, можно добыть хиту этим геликом. Полезная штука. Привет. Меня зовут Банан. Короче, Матвей. Сегодня я покажу ракету. Надеюсь, я попаду в видео и ты заметишь что-то. Собственно, вот ракета. Вот такая она. Так. Отсоединяем её. А у нас функция отсоединителей вот этих ракетиц. Закрываем дверь. Сейчас немножко подкрым. И поднимаемся. Ну а дальше просто можно нажать на F и полететь. Сверху у меня там поставлена луна. Я с первого раза не смог на неё попасть, так как у меня теоретические шоколадки случились. Ой, и летим. Собственно, если я хочу нажать эту кнопку, то я нажимаю на неё. Да, только у меня это с первого раза не получается, потому что есть новые технические шоколадки. Да блин, не получается. Ну, король, если при нажатии можно отключить вот эти ракетницы. Только у меня вот нет. О! Вот. И они падают. Собственно, вот луна. Показывать уже при земле не буду. Можно... Попробуем уже в видео. Если, конечно, смогу попасть. Собственно, как-то так. Больше особо нечего показывать, но... Так, плюсом я покажу дом. Дом у меня простой. То есть, в нём нет ничего необычного. То есть, дом уже давно построили. Это гараж, бассейн. В нём плавать можно. Тут лежанки на них сидеть можно. Фигня какая-то. Дальше. Ну, собственно, с собственным домом. С кухней. Стульчики. Это не лифт. Ссори. Он ещё иногда лагает. Но это легко исправить. Просто стукнул по клубу, который не работает. По словам иногда тупит. Вот. Так вот чинится легко. Тут тоже самое ломается. Ну, короче, я давно просто в тон не заходил. Открыли. Понятно. Ну, мы и сделаем так. Собственно, вот у меня комната пока что. Даже я не думаю, что в нём и сделать. Собственно, если ты заметишь, спасибо тебе огромное. Я это отправлю на почту, потому что ты это и так видишь. Всего хорошего. Меня зовут Эдз Банан. Вот. В принципе, мой колоссальный титан. Вот так вот он выглядит. Ну, как он вообще работает. Два водителя. Ну, и так же я установила на руки взрывчатку. Тут есть ещё два двигателя, чтобы быстрее передвигаться. Фиксирование. Он, конечно, сейчас может упасть. Но у меня первая рука… И вот вторая рука. планку кетку мы начинаем видео с позитивной мордочкой хомячка я но он строил такого трехэтажный дом с лифтом и с подвана хотел бы я тебе его показать вот у нас есть подъезд такой мы в него так заходим вот такой определенный подъезд вылазит стуки вот такой вот подъезд с лифтом это чтобы дверь закрывать и тут три этажа вот первый, второй, третий начинаем логично с первого все вернусь когда приеду вот мы уже приехали вот мы заходим вот так у нас есть такая вот комнатка где есть жалюзи 4 джетпака, сабли вот эти вот яйца на кроватке кстати лежать можно еще такой шкафчик с игрушкой зэга и конфетки идем дальше у нас есть стульчики такие для гостей там можно посидеть с ними и тут у нас есть такая ванная можем лежать и сидеть значит тут игровое место такое вот малышка, клавиатура клавиатуру я не умею строить как получилось монитор тоже там есть вот сам шкаф тут есть логично телевизор с хомячком диванчик трехместный трехместный тут и тут и в принципе переходим ко второму этажу все, подключусь когда уже вернусь ко второму этажу вот мы уже приехали на наш второй этаж есть у нас тут спальная комната вот опять же можно лежать у нас есть ванная комната у нас такая есть вот опять же можно лежать и сидеть спальная комната здесь показывал так, оружейная вот опять же эти люди с ним заболевались все нету ну да, стеклянный стол тут свечка, тортики, кулак ну да место мировое такое вот камера там это значит полюбить я не буду вот, сам увидишь вот, блядный стол такой тут опять же камера висит зеленая тут такие вот листья ну и вот еще тут есть телевизор такой можно сказать пуфик и переодевалка все, переходим к третьему этажу все, скажусь когда к нему приеду ну вот, ух, мы уже с тобой почти приехали на наш третий этаж третий этаж мы заходим начнете хомячок конфетки хомячковые и еще желтенькие две игрушки хомячков одна скепочка и один без кроватка вот такая вот телевизор диванчик переодевалка вот мы можем дойти переодевалка такая и шкафчик бассейн есть вот ну и в принципе все теперь я покажу тебе подвал все, едем сейчас вниз такой, кстати, лифт вообще изнутри вот мы уже едем направляемся вниз можно дверь в принципе открыть вот все, мы приехали открываем ту дверку раскрываем и делаем теперь наш подвал все так, лампочка два стульчика интернет роутер не знаю как он ловит под землей как-то ловит колбаса которые мы будем есть и как бы ноутбук ноутбук с мышкой ну вот в общем-то это была вся моя постройка заканчиваем эти прекрасные ноты этого видео хомячковой молдочкой все до свидания Ух надеюсь я нападу тебе в это видео до встречи и пока если я посмотрел огромное тебе спасибо короче Ух я тебе пыталась попасть видео вот это постройка с моим другом вот что я хотела сказать это только одна постройка если ты меня заметишь буду рад я тебе в дискорде уже подписал не могу попасть в видео я тебе скидываю этой постройки заметь меня, пожалуйста ну вот что я хотела договорить я смогу попасть в видео если ты меня замечаешь буду благодаря я еще участвую в конкурсе Всем привет, с вами Артём, и это я отправляю Кухгеймс. Извините за качество микрофона, я снимаю со встроенного ноутбука. Короче, первое у нас такой тамп. Один на пульте управления, можно так сказать, второй обычный. Повторяет одни и те же функции. Надо ещё запрыгнуть. Ну вот, как всегда, ездит для радиоуправления из камеры. Стреляет в гарпуном. Ну, что, и ещё стреляет. Как и все обычные танки, больше ничего не делает. И вторая постройка, которую я хотела показать. Сам всё придумал. Надоели игроки. Пока. Это погрузчик. Можно так сказать. Это очень интересно. Можно развивать зити грузы. Одна поднимается, отпускается. Блин. Как бы вам сейчас показать? Я её, походу, слишком быстро сделаю. Ну вот, поднимается. Можно поставить. Можно делать пирамидку. Короче, стандартная. Ой, ну это баг игры, что она так вылезает. Надоётся по страции, но и по обычному. Есть ещё много интересных построек. Можешь, пожалуйста, показать это видео подписчикам. Привет. Сделаю карту ФНАФа. Это не первый ФНАФ, не второй, не третий. Это, по сути, смоделированный самим. Ну, карта здесь относительно похожа. Но так-то он совершил и другой. Начнём с того, что здесь есть роботы. Ну, аниматроники. Их можно одевать как костюм. Там, с помощью клея. И, то есть, ими будет управлять уже сам человек. То есть, здесь как минимум надо уже четыре человека. Типа, будет три аниматроника и один охранник. Так, вот локации. Камеры работают. Камеры все работают. Двери работают. Есть какая-то механика. Лучше я скажу. Можно свет включать. Двери работают. И декорации все сделаны хорошо. Есть одна комната, которую я буду показывать только потом. И, в принципе, всё. Камеры полностью работают. На нурпаде. Все от нуля до девяти. Все камеры можно посмотреть. И поиграть. По сути, это можно как-то полноценно играть. Помогал мне в этом мой друг. Ну и, в принципе, вот и всё. Эта огромная коробка сделана для более лучшего эффекта темноты. Чтобы было пострашнее. Ну, так-то. Всё, в принципе. Увидимся. Привет, ух. Я тебе хочу показать свои три постройки. Первая – это моя машина. Это дом на колесах, конечно. Здесь это выглядит ужасно. Но если посмотреть вот отсюда, вот отсюда, то тогда получается хороший грузовик. Здесь я сделал, как сказать, такую платформу. Ты залезаешь на неё и идёшь в машину. Подписываешь и видишь, здесь есть коробка передач и руль. Я, конечно, ещё круглый руль делать не могу. Несу не строго. Значит, потом, что у нас есть? Здесь у нас быстрый переход из кабины водителя в... Уже сам дом на колёсах. Значит, из кабины ты можешь перейти в... Точнее, переходишь в... В ванную комнату. А потом из ванной комнаты в спальню. И, ну, спальня находится сразу же на кухне. А ещё здесь есть комната обзора. Если стали на этой выжить, то очень ужасно. Я знаю. Значит, здесь есть такая кнопка, которая должна открывать двери. Значит, сейчас посмотрим, откроет она эти двери или нет. Блин. Ага. Ну, включаем коллизию. Такой фиксированик. А у нас здесь есть такой вот как... Прости, ух, я забыл. Наверное, я понял, что это. Наверное, я понял, что это. Это, короче, это вот это. Ручной тормоз. Вот, да. Это ручной тормоз. Значит, сейчас мы проверим. Откройся... Открой... 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 Не буду это говорить. Не открылась. Значит, я там с него махный механизм неправильно. Несуги строго. Что у нас дальше? Значит... 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 У нас не поворачивается... Прицеп... Не поворачивается... Прицеп... Это даже прицеп... Здесь, конечно, можно ехать еще. Как и на всех машинах. Менечко летать. Летающих машин я не делал. Значит... Здесь у меня есть... Ворота, да. Ворота делал сам. Вот так. Вот такие у меня оборота. Надеюсь, что... Тебе было все понятно. И... Это... Все понятно. Потом... Я сделал, значит... Космолет... Тоже самое сделал. Это... Космолет... Значит... С самообороной. И... Он, короче... Значит... Грузовой космолет. Там вот есть бочки с ТНТ. Это... Сам груз. А здесь вот, конечно... Наверное, ты не увидишь. Все как видно. Значит... Здесь... Есть топливный пак. Который... Идет... Вот он. Который идет в... Забудь. Здесь есть еще... Это бомбардировщик. Я тебе говорил, что он с самообороной. Здесь есть бомбы, которые он сбрасывает. Есть пушки. Здесь я планировал сделать, значит... Место для еще второго экипажа, который будет, значит... Остреливаться в процессе нападения на космолет. Когда... Когда... Он будет отстреливаться от других космолетов. Здесь будет... Три пушки. Одна... С... Снежная. И он будет так отстреливаться. Но я это передумал сделать, потому что... Я не захотела. Здесь есть такие рычаги. В кабине пилота. А... Что еще сказать? В принципе, еще ничего нет. В принципе, еще есть два места... Точнее, два сиденья для... Пассажиров. И для одного пассажира. И... Члена экипажа. Члена экипажа. И... Конечно же... Летает. Он, конечно же... Летает. Как без этого. Еще он может... Ездить на... Е... Это вперед. Ну, Е... Е... У... Нашу русскую. И... К... Ю... Ибо же... И краткую... Назад. еще я сделал маус это если ты не знал военный конечно значит в нем есть делать пулемет присутствует на самом танке здесь должен быть топливный бак но я его не сделал потому что я уже говорил что не умею делать круглый круг здесь конечно тебе будет не очень видно вот здесь вот у нас батареи электрические батареи у нас здесь значит идет двигатель два топливных бака бак с маслом решетка радиатора вентиляторы потом у нас здесь есть место радиста вот рация эта штука зеленая я не знаю здесь вот здесь конечно вот здесь вот у нас есть место водителя вот здесь вот лучше видно значит здесь рация радиста какая-то зеленая штука я тебе уже говорил это и и далее я не сделал рычаги потому что они бы просто не влезли и пришлось бы это все перемещать мушка стреляющая она стреляющая конечно же вот он очень медленный как и настоящий маус вот поворачивается 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 важнее стрелять на кнопку f мау Продолжение следует... 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 Продолжение следует...